К сожалению, прогноз для Сирии самый пессимистичный, но вопрос времени начала активной операции США и стран-союзников в Сирии. И страна, к сожалению, будет охвачена такими же беспорядками, такой же гражданской войной, таким же коллапсом экономики, как в свое время Ливия, Ирак и другие страны, куда США приходили, значит, сеять демократию посредством крылатых ракет и всех подобающих, сопутствующих инструментов. Почему Россия и ряд других стран против? Ну, а как может нормальный человек, например, оставаться в стороне от того, что некий гопник, простите, на улице останавливает другого человека и начинает его грабить? Вот США это мировой гопник сегодня, который, значит, занимается тем, что творит все, что ему заблагорассудится в странах Востока. И причем эта политика, с одной стороны, загоняет США все дальше в тупик, потому что в Афганистане в итоге не получилось ничего, в Ираке не получилось ничего, искали оружие массового поражения, до сих пор не нашли. Значит, в Ливии не получилось ничего, коллапс экономики, гражданская война, Египет, мы все видим своими глазами. И вот теперь на те же грабли в Сирии. В США стратегически важен нестабильный Восток. Им не нужны там самостоятельные государства, которые способны самостоятельно, значит, артикулировать собственную волю и собственную позицию. США нужен Восток, охваченный гражданской войной, в которой США будет необходимым и постоянным третийским судьей. Отсюда вся вот эта вот заварушка, и отсюда Россия как страна, не просто имеющая торговые и экономические отношения с той же самой Сирией, или там с Ираном, условно говоря, и из-за этого преследующая там какие-то интересы, а просто как уважающее себя государство, я считаю, просто в соответствии с канонами международного права, которые нарушаются США буквально на каждом шагу действиями, занимает совершенно внятную и понятную в этом смысле позицию.